Теревятник, который боялся ворон, который подлетал к воронам и пытался за голову схватить её, подлетит так вот, и за голову не получается, значит, он просто в неё не идёт. А 600 грамм самец, ему просто без разницы было, во что вцепиться. Он даже вот вцеплялся ворону, и даже вот бежишь туда, а он смотрит на тебя, верещит, она его там когтями, клювом, а он на тебя смотрит. Там не команда, там подбегаешь, помогаешь, он помощи ждёт. Вот. Ты помогаешь, так он ещё раз, следующий раз ещё злее остановился. Вообще классная самочечка. И я, как правило, использую таких некрупных самочек. Даже так? Я думал, наоборот, чем больше, чем больше. У меня была своя птица, с которой я там был, с которой я потом ушёл, вот, она у меня потом, сколько, 5 лет она у меня проохотилась, и потом я просто с дури, она у меня линяла, хорошо линяла, летом отлиняла, ну, в тесном таком коробе сидела, и вот, я не помню, куда мы готовились, то ли к Батуми мы готовились, да, по-моему, к Батуми мы ехали, и я что-то её решил погонять, а она сразу на перчатку, в общем, без проблем, она полетала, полетала, и, видимо, сердце у неё, ожирение. Надо было сбросить вес, я теперь этого не позволяю делать. Ну, во-первых, я сейчас на линьку не сажаю, как правило, охучусь, ну, постоянно пускаю. Единственное, что моя сапсанка сейчас, она просто зимой линяет, поэтому приходится, и самое интересное, что в самые морозы, у неё идёт обвальная линька в самые морозы. – Интересно. – Да. – Вот морозы прекратились, и линька прекращается, уже идёт так как-то, хоть в морозилку её сажай, вот. И, конечно, сапсана я, ну, во время линьки, я не приходится, на перчатку её зову, так, чтобы она чуть пролетала, и всё. И то там где-нибудь в помещении, в каком-нибудь ангаре, потому что за 20 градусов, ну, мёрзнет она, потом там же всё-таки очень много сил идёт, ну, вот эти перья, они же кровеносные вот эти сосуды идут, трубочки, могут повредиться. Поэтому я стараюсь беречь. – Правильно. – Вот сейчас она у меня разлётывается, потихонечку она отлиняла. Вот. А так вот у меня гибрид был, демон, он разбился у меня, 12,5 лет ему было, жалко очень, он разбился, он за воронами тоже с большой высоты падал, и вороны между там оградами металлические были, они нырнули между оградами, он вышел между оградами за ними, они нырнули как-то там между прутьев, а при выходе труба торчала. – Ага. – И он прямо в трубу, он не вывернул. Вот очень жалко, но, в общем, такой заводной, конечно, сокол был, и он такой, он был очень стабильный. Вот его пустил, он поднялся, стоит над тобой, метров так сто, мол, можно на 200 метров уйти, вот, что я не приветствую такие высоты. – У нас просто местности этого не позволяет, ну, где надо, в прере где-нибудь, с таких высот-то, у нас куропатку поднимешь, если он там за 200 метров, он там 100 метров пролетел, она уже в кустах, ну и всё, сокол пока оттуда упадёт, что там будет. – Угу. – А Тетерев, если поднимется у нас, так он уже разгонится хорошо, уже там фактически на одну ставку в основном, а на вторую уже не получится. Бывало у меня по несколько ставок, три ставки у меня, три удара было по Тетереву у Сапсанки, но это просто она первую ударила, просто Тетерев упал, потом очухался, поднялся, она как раз заходила, то он поднимается, вот она ему ещё раз ударила там. Опять Сапсана, они же сразу не садятся, они начинают опять заходить, во всяком случае моя, начинают заходить опять на круг, он опять взлетает, летит в другую сторону, он опять его догоняет, ударяет, но он в стрессе просто был, поэтому ещё, а там удары такие, что слышно издалека было. – Прошу прощения. – А вот вы упомянули, 12,5 лет демону было, а это рекордсмен по вашему опыту, или были более долгоживущие? – Ну, у меня сейчас Багири 15 полных лет. – Угу. – А ведь и раньше. – Ну, вот сейчас 16-й пойдёт должен быть, сезон. Поэтому, в общем, ничего тут в этом такого нет. У меня просто был демон Багира. Просто Багири тогда было поменьше лет. – Вообще, известно вам, сколько они могут максимально служить? – Ну, я думаю, лет 30. – Даже так? – Ну, в каком-то зоопарке я прочитал, 49 лет чеглок прожил. Но это в зоопарке и это в книжке написано. – И без работы, да. – Ну, как бы я не знаю, конечно, как, насколько, но не знаю. 30 лет я примерно прикидываю, что это их жизнь, ну, как у Воронов, примерно должно быть так. Вот. Ну, в своё время я разговаривал, не помню, то ли с Мароши разговаривал, президент Словацкого, что ли, клуба был. Из Словакии кто-то приезжал ко мне. У них там 17-18 лет истребом было, поэтому не знаю, как там дальше на Западе, там же это, ну, мы-то что, мы охотимся и всё. – Понятно. А как вы с собакой начали охотиться? – Да с собакой сразу, как, взял собаку и стал охотиться. Без собаки охотник слепой в поле, ну, на что можно охотиться? На ворон только. И весной на уток, всё. А, ну, на голубей. Голубей вообще, как это, ну… – Это вообще не то. – А какие породы собак чаще всего использовались? – Ну, мне всего только 49 лет, так что, в общем, в принципе, только Спанель и два Драдхара. Вот. Сейчас у меня поинтер. – Угу. – Поэтому, ну, с поинтером я пока ещё только начинаю. А так у меня по 14 лет Драдхар. Ну, жалко, я потерял второго Драдхара почву 9 летом. Почвы недостаточно сегодня. Обнаружилось неожиданно. Вот. Поэтому, в общем… И Спанель у меня тоже, сколько там, тоже по 14 лет жил. – Угу. – Поэтому я просто как бы не мог больше-то. – Живу с людьми и болею теми же болезнями, что и мы. – Видимо, так. – Угу. – Поэтому мы просто не стабилизировали вот. Не смогли стабилизировать. – Угу. – А как супруга относится к вашему увлечению? – Ну, супруга. Супруги все, наверное, одинаково относятся. Им это не очень нравится. Потому что время ты проводишь не с супругой, а с птицой. – Ревнует. – Конечно. Это… Я думаю, что мало супруг, которые будут это всё поддерживать. – Угу. – Ну, моя очень. Ну, что поделать. Мы столько живём. – Значит, с пониманием. Вынуждены разделять интересы мужа. – Ну, ругается, конечно. Но куда деваться? – Ну, когда вы в отъезде, то кормят ведь, наверное… – Ну, смотря в каком отъезде. Я, слава богу, как бы в отъезде не езжу. Или езжу только с птицей и собакой. – А, то есть не расстаётесь с ними вообще никогда? – Нет. – Понятно. – Были моменты, когда… Небольшие, но это совсем… – Угу. – Понятно. – А дети разделяют интересы к соколенной охоте? – Нет. Ну, дети… Дети умеют птиц обучать. Угу. – 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 И кто его знает? – Угу. – Угу. – Вообще они обучали перепелиятников и гибридов обучали, кричатов с балобанами. В общем, у меня ребята такие… они со мной постоянно ездили всегда. – И сейчас с удовольствием поедут. – Угу. – Угу. – Угу. – Просто у старшего сейчас дети маленькие. Хорошо. Потому что если от дедушки у вас интерес… Я надеюсь, что у меня же внучка и внук, я надеюсь, хоть кто-то ещё должен что-то. Потому что мой дедушка говорил, что не он один в нашем роду этим занимался. И это идёт очень далеко. Просто я говорю, вот сейчас у меня возник бы интерес таких вопросов. В тот момент у меня просто не возникало такого вопроса. Мне просто был интерес, как это и что это. Всё. Я завелся пустильгу и мечтал завести перепелетника. Пытался его ловить и так далее. А кроме вашей знаменитой пятёрки московских сокольников, которые в 80-е годы вместе сгруппировались и дружить, слава Богу, до сих пор уже 30 лет, какие-то ещё сокольники вам попадались на вашем жизненном пути? С, скажем, европейской части России? Да. Мы же… Первый раз мы поехали в Батуми, 87-й год. Там мы познакомились с одесситами, с киевлянами. Вова Ложенков с Питера приезжал. Я уже не говорю о местном населении, их много вообще, но у них немножко другая охота. Скажем так, надо уважать их традиции. Они нам просто не подходят. Но у них свои традиции, которые мы как бы уважаем. Их много, они их поддерживают. Поэтому ребята у них хорошие, нас принимали очень хорошо вообще. В Батуми, в Тбилиси ребята нас очень хорошо принимали. Там душевность была. Угу. Угу. А участников вот на Батумском слёте примерно сколько было? Блин. Там местного населения было просто очень много. Я помню, как началось с утра, и мы только выступали, наверное, после обеда. Мы выступали как бы вне конкурса, они же состязались, а мы просто показывали, что мы можем. Угу. И всё. Мы с Мишей Мурсеевым приехали с двумя дербниками. Я с самцом дербника, он с самочкой дербника. Вот. Саня Бородин приехал с Балобаном, так, а Валерка Орлов, я не помню, он брал там перепелятника, тетеревятник у него был, по-моему. Да, у него был тетеревятник и перепелятник. То есть все со своими… Перепелятник он взял там. Угу. То есть все со своими птицами. Да. Ну а по-другому как бы… Редактор субтитров Орлов